Удрэя, уцюрарея Литературы, русской литературы Великий Иосиф Бродский Который был Последним Нобелевским лариатом по литературе Уже после никого Россия еще так пока не выдала Пусть у нас нету По литературе ни одного После Пастернака и Бродского Еще ни одного уже не было Нобелевского лариата Но он читал лекцию В Нью-Йоркском университете по русской литературе И стал читать стихи Александра Сергеевича Пушкина Опять я посетил Сей уголок земли Это стихи о лицее О том, как собираются лицеисты Когда-то давно И как они мечтали Мой друг отчизни Посвятим души прекрасные порывы Товарищ верь, зайдет она Звезда пленительного счастья Россия вспрянет Ото сна И на обломках самовластия Напишут наши имена Ну вот такой, знаете, как бы Чиадаеву написал тогда обращение Пушкин Вот это все Но для того, чтобы понимать, что такое Цикл стихов о лицее Надо просто пережить это И Бродский вышел на трибуну Сказал две строки только Опять я посетил Сей уголок земли И у него сердечным приступом Его увезли Сердце не выдержало Он Его наполнило горечью Он сам был изгнан из России Ну Эмигрировал, как сказать Нежелательный элемент Вот В статье там Как Анна Андреевна Ахматова Его учительница Она сказала, что Господь сделал Нашему рыжему Хорошую биографию Ну рыжую Она называла просто Иосифа Бродский У него рыжий цвет волос Рыжему нашему Он делает хорошую биографию То есть Поэт он должен быть Изгнан Чтобы его поняли Потому что нет пророка В своем отечестве Данте тоже Изгнали из Флоренции Он был изгнан Понимаете Как бы за ересь Слишком он много на себя взял Что он написал Божественную комедию Но так или иначе Вот человек Который вышел на трибуну Он поэт Он понимает Другого поэта Понимаете Он понимает Пушкина Он Живет Его эмоциями Что это такое Это материальные эмоции Это не духовные эмоции Это Эмоции высшего Конечно Такого разряда Они очень ностальгические Они находятся Может быть На уровне сердечной чакры Даже во многом То есть Они Любовь там К отчизне К родине То есть Это Высокий уровень Звучания Но это не трансцендентные эмоции Нет Ни в коем образом Для того Чтобы достичь Трансцендентных эмоций Надо вообще Уйти от таких Состояний Как зависть Осуждение Гнев Мы Пронизаны В наших клетках Гнев Мы гневаемся Мы Так легко Как спичка Которой черкнули А коробок Она сразу искрится И дает пламя В нас гнев Он живет Его невозможно Вообще Как его элиминировать Как от него избавиться Только через любовь Любовь может Трансформировать Этот гнев И ненависть Знаете В одном из апокрифов Из хадиса Хадиса называется Вот Говорится Что когда Дьявол попытается Состязаться с Богом Шайтан И вот он Захочет Своей ненавистью Победить То Господь Он возьмет И растворит Эту ненависть Своей любви Как сахар Растворяется В воде Вот так же Любовью Мы растворяем Гнев Вот если Сравнить В этой аналогии Все худшие Качества Которые есть Человека И связаны С его эгоизмом С его отсутствием Любви То есть Это не любовь То они Растворяются Через любовь И канал Такой Авторитетный Чистый Безупречный Канал По которому Приходит сюда Любовь Этот канал Носит название Веда Потому что Веды Являются Манифестацией Упованием Если хотите Сказать Евангелием Благой вестью Благим посланием О любви Бездонной Бесконечной И даже На санскрите Есть Специальное Наменование Этой любви Она носит Название Према Према Такая Безусловная Вселенская Многогранная Постоянно Пребывающая Постоянно Растущая Любовь Как некая Знаете Такая Волна Вот на этой Волне Как серфинг Такой Возносит Тебя на волнах Любви Тебя прям Поднимает Ты прям Качаешься На волнах Этой экспрессии Этой волной Потому что Любовь имеет Такую волновую Природу И говорится Что према Это океан Это океан Без дна И без берегов То есть Если ты представишь Себе так умозрительно Даже океан Ухо Это океан Не проходит Не проходит Через непроницаемую Какую-то преграду Через Скажем Через стену Не проходит А звук Проходит Мы можем Так громко Крикнуть Что звук Услышит Наш сосед Хотя свет Туда не проник То есть Световая природа Она Уступает Звуковой Природе И природа Звука Настолько Утонченная Что Веды Говорят Что 90% Во-первых Мы черпаем Из звука Когда мы Даже читаем Буквы Это чтение Это на самом деле Как бы Мы Опять-таки Произносим Про себя слова Мы же Проговариваем Их Все равно Есть звук Чтение Есть процесс Звука Шабда Сейчас Недостаток Нашей эпохи Что мы живем В основном Визуальной эпохи Это эпоха Тиктока Ютуба И так далее И вот Люди У них Распыленное сознание То есть Ум Он постоянно Визуализация Вот это знаете Как наркотик Это Своего рода Такая Как бы Можно сказать Интеллектуальная Нимфомания Просто мы Ага И такой Интеллектуальный Газгибиционизм И все время Раз туда-сюда Смотреть 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 Это самая Профанация Процесс образования Потому что процесс образования Глубинный Он идет через звук И более того Самое глубокое Воздействие На человека Когда он достигает Трансформации Когда он достигает Просветления Мы можем Оказать с помощью Звука Звук Это самое тонкое У меня Есть один друг Алексей Храпов Он рассказывал Что К ним пришла Учительница Новая по литературе И Она так Преподавала Свой предмет Что она говорила Тихим голосом Но Гробовая тишина Стояла В классе Все ловили ее Слова Прямо Каждое слово Не пропустить Но когда она Только пришла Поскольку она была Новенькая И Ребята решили Устроить ей Обструкцию Знаете Как иногда Проверить учительку Или наоборот Просто выразить Недовольство Что мы такие Немножко Показать Своенравный Характер И они Подговорились Вместе Гудеть И вот Алексей Крапов Он был Зачинщиком Это всего Он сказал Я первый Начну гудеть И все Начинаете гудеть Нельзя же Сделать замечание Если ты просто Гудишь И вот Наша учительница Она подходит К Алексею Крапов Кладет свою руку Ему на голову Начинает Главить По голове Говорит Зарос ты совсем Тебе же надо Постричься Тогда ты будешь Такой красивой Но Произносит С такой Насыщенностью Эмоций Любовью То есть То что она Говорит Она в этот момент Чувствует А то как она Чувствует В этот момент Выражается В звуки Даже В дрожание Голоса В замирание Голоса Но не в этом Дело Не в этом Секрет Это выражается В звуке Ее эмоций Ее Состояние Из сердца Выходит В этот момент Волна Вот Волновая природа Вот эта волна Это волна Звука Когда она Говорит Этому Она говорит Не гортаню Она говорит Сердце Но Самое интересное Что вот Этот Шабда Звук Который исходит В этот момент Из сердца Когда человек Говорит Он говорит Сердцем Человек На самом деле Даже может Молчать Вот Знаменитый Разговор Меже Понтием Пилатом И Иисусом Христом Который Отписан Во всех Синаптических Евангелиях Есть даже Литературные Версии Как они Говорили Потому что Никто не знает Они остались Один на один Что Понтий Пилат Спрашивал Что Христос Отвечал Это есть Даже У Булгакова Мастера Маргарита Когда он Говорит Что Есть Истина Да Что Есть Истина Что Ты Мне Римскому Патрицию Аристократу Наместнику Святой Империи Римской Здесь В Иудее Болтаешь Обыслим Бродяга Ты Разносчик Социальной Заразы Что Ты Можешь Сказать Что Ты Болтаешь Истина Да Что Есть Истина И Ни в одном Из Синоптических Евангелий Не написан Ответ Христа Булгаков Дает Свою Версию Истина Состоит В том У прокурата Что У тебя Сейчас Болит Голова И Причем Болит Настолько Что Ты Не можешь Ни на чем Сосредоточиться И Ты Даже Хотел Б Позвать Свою Собаку Погладить Ее Но Собаки Нет Рядом Истина Состоит В том Прокурата Говорит Ему Имплицитно То есть Скрытым Образом Ведь это Послание Любое Литературное Послание Поэтическое Послание Это то Что прописано И то Что недосказано То что надо Прочитать Между строк Так и устроены Веды Тоже Потому что Они написаны Самым Полисематичным Самым Сложным Грамматическим Фонетическим И во всех Остальных Планах Языком Самым Вообще Непревзойденным Языком А как это Все постичь Только Человек Который Проник Он Может Нас Провести За руку На самом Деле Иисус Христот Говорит Истин Стоит Прокуратор Что ты Не достиг Любви Ты Расстратил Себя Ты Отдал Свою Любовь Собаке Животному Потому что Некого Любить Ты во всем Разочаровался Ты Скептик И сейчас Я бы С удовольствием Рассказал Тебе О том Что такое Любовь Как можно Любить Для этого Нам нужно Чтобы Открыл Своё сердце Поэтому Прокуратор Было бы здорово Если бы мы Прогулялись По берегу Моря Помните Он говорит Что У тебя Слишком Много Дел И Слишком Твой Ум Занят Он Слишком Разорван На части Для того Чтобы Сосредоточиться На чём То Главном Потому что Каждый Человек Имеет Цель Как Сказал Григорий Сковородан Но Не Каждый Человек Имеет Главную Цель А вот Главная Цель Это Духовная Реализация Достижение Совершенства И вход Самадхи Когда душа Достигает Самость То есть Себя Тхи Тхиана То есть Цель Сама Цель Стать Самим Собой Как целью Стать Поставить Себя Как цель И идти К себе Как цель Как сказал Сократ Познай Себя И Стань Им То есть Тем Кем ты Являешься Тем Пока Ты еще Кем Не Являешься Стань Самим Собой Потому Что Ты Рожден В любви Ты Полный Любви Ты состоишь Из тела Света Ты состоишь Из тела Высших Эмоций Потрясающих И ты можешь Делиться Этими Эмоциями Со всеми И чем Больше Ты Делишься Ты Тем Больше Получаешь Этих Эмоций Все Что Ты отдал Твое Это Твое Сокровище Но Это Сокровище Которым Ты Телишься И оно Прирастает Приращается К тебе Это Путь Сократа Это Путь Христа Это Путь Всех Просветленных Личностей И вот Он Пытается Довести Его до Сердечной Чакры Он Говорит Что Истина Состоит В том Что Ты Страдаешь Прокуратор Это Благородная Истина Будды Жизни Страдания Если Весить На чаши Весов Все Что Мы Блаженствуем Здесь Все Что Мы Получаем А Веды Говорят Что Большинство Блаженств Мы Получаем Через Язык Через Нас И Вкусовые Рецепторы Потому Что Даже Человек Когда У него Сильно Болит Голова Но На тот Момент Когда Он Ест Вкусный Пирог Он Забывает Головной Боли Потому Что Хотя Чувство Сладости Соприкосновения Со сладким С языком Отключает Его От чувства Страдания Но Есть еще Другие Рецепторы Мы можем Получать Блаженство Не через Язык А через Расу И Раса Это Самая Глубинная Самая Я бы Сказал Такая Экспертная Часть Вед Как Постичь Эту Расу Раса Переводится Такой Поливалентный Символ Как Божественный Нектар Как Тип Взаимоотношений Потому Что Мы Все Находимся В расе Мы Все Находимся Друг В Другом В Определенных В Взаимоотношений Допустим Начальник Очень Строгий И Официальный Со Своими Подчиненными Когда Он Босс Но Когда Этот Самый Босс Приходит Домой Его Ребенок Говорит Папа Быстро Стал На Четвереньке Ты Сейчас Будешь Мне Катать И Он Превращается Просто Ну В Покорную Собачку Или Там Лошадку Он Стоит На Четвереньке И Его Сынок Может У вас И Латить Даже Взять За Галстук Как В виде Уздечки Сказать Поехали И Он Будет С удовольствием Катать И Хохотать Это Другая Раса Потому Что Мы На самом Дели Должны Определиться В Дальше Наращивать Вот Этот Потенциал Любви И Блаженства Который Будет Пребывать И Пребывать Это Фундаментальное Знание Дают На самом Деле Только Веды Только Веды Этому Учат Никакие Другие Писания В таком Полноразвитом Концепции Такого Теизма То есть Полноразвитого Концепции Раз Когда Есть Оттенки Чувств Есть Эмоции Есть Тона Есть Полутона Есть Какие-то Очень Утонченные Очень Специфические Знания О том Как Например Выглядит Наше Тело Духовное В Духовном мире И Какого Цвета Мы Носим Отежды Как Мы Украшаем Себя Когда Мы Идем На Самое Высшее Свидание С Небесным Женихом Потому Что В Духовном Измерении Вообще Существует Только Один Мужчина Все Остальные Женщины По Определению На всех Языках Мира Слово Атма Хальпахамаска Манада Психея Слово Душа Это Женского Рода Здесь Только Один Мужчина Этот Мужчина Он Обладает Всем Могуществом И всей Красотой Име Ему Господь Вот Это Очень Интересно И Продолжая Вот Через запятую По Повторую Что Шабда Звук Состоит Из Эмоций Из Духовных Вибраций Из Духовных Волн Вот Учительница Когда Она Сказала Ему Тебе Надо Постричься Будет Такое Красиво Она Сказала Сердцем И В знаменитой Книге Закат Европы Освальд Шпенглер Дает Свой Вариант Разговора Понтия Пилата И Иисуса Христа Он Говорит Что На вопрос Понтия Пилата Что Есть Истина Не Уста Но Молчаливый Взор Иисуса Ответил То есть Мы Оказывается Можем Разговаривать В том числе Глазами То есть Например В древних Апокрифах Говорится Что Молчание Это Собеседница Ангелов Ангелы Беседуют Друг с другом Молчать Им не надо Произносить Слов Вот Два ангела Сели Рядом С собой И один Ангел Что есть Его Сердце Все Эмоции Благоговения Любви Восторга Нежности Все Это Определенные Волны Он взял И рассказал Другому Ангелу Как рассказал А просто Из сердца Поделился Ему для этого Даже не надо Говорить Потому что Эти волны Сами исходят Из сердца А другой Ангел Тоже Что-то Сказал И тоже Он молчал Внешне Он ничего Не говорил А Все эти волны Были испытаны Его собеседником О молчании Собеседница Ангела В действительности Это Очень глубоко Вот этот Разбор Освальда Шпенглера На вопрос Понтия Пилата Что есть Истина Не уста Но молчаливый взор Иисус ответил То есть Он говорит Через глаза Иногда Человек Говорит Он может Говорить Духовным Звуком Он может Говорить Таким посылом Иногда Говорят Красноречивый взор Раз так Посмотрел И все В действительности Он может Говорить Вибрации Своего сердца И Вечный счастье Вечный счастье Пребывает В ином Измерении В иной Ипостаси И вот В завершении Мне хотелось Сказать Что вот ответ Этот молчаливый Ответ Иисуса Христа Как он Интерпретирован У Освальда Шпенглера В книге Закат Европы Что есть Действительность Веды Позиционируют Весь этот Материальный мир Как Мритюлока Это Царство Смерти Царство Где от Самой Нижней Самой Страдающей До Самой Высшей Самой Блаженства Там Кажем Планета Но все Рано Там Смертные Пребывающие Полубоги Они Пребывают Конечно Только в Блаженстве То есть У них Там Бесконечное Счастье Постоянные Фестивали Столько Эмоций Но в Один В один Из них Когда прозвенит Звоночек Финальный Они тоже Должны Будут Покинуть Эти Материальные Планеты Потому что Периодически Вся Материальная Вселенная Уничтожается То есть Вначале Она уничтожается Циклически Нижние Миры В виде Потопа А потом Уже Верхние Миры В виде Того Что Сжигает Все В своем Танце Таком Танце Уничтожения Открывая Третий Глаз Господь Шива Но есть Конечно И неуничтожаемая Часть Это Вайкунха Переводится Санскритом Место Лишенной Тревог Там Нет Вообще Никаких Тревог Нет Проблем Там Есть Только Блаженство Есть Постоянные Какие-то Обогащения Какие-то Вот Новые Такие Витки Эволюционные Наших Чувств Потому что Постоянно Увеличивается Это Блаженство И Это Царство Бога И Шабда Шабда На самом деле Есть два вида Шабды Два вида Звука Один Шабда Шаманю Это Звук Материального Мира Все Что мы Слышим В звуке Даже Когда Птички Щебечут Это Материальные Звуки И Другой Звук Духовный Транцедентный Звук Который Несет Чистую Эмоцию Это Звук Не этого Мира Это Звук Вет Он Через сердце Дается Человека Который Постег Этой Самореализованная Личность Который Как раз Разговаривает С нами На языке Самадхи На языке Транса Такая Личность Это Аватар Это может быть Шактиавеш Аватар Допустим Как Господь Иисус Христос Он был Шактиавеш Аватар Он пришел В этот мир Уполномоченный Определенной Шакти Энергией И эта Энергия Была Просто Как бы Разбивать В дребезги Сердца Материалистов Разбивать Все эти Ложные Иллюзорные Концепции Давать людям Знание Чистое знание Это ведическое Знание Потому что Господь Иисус Христос И его приход Был предсказан Бавиши Пуране Он является Как раз Тем Самым Посланником Божьим Который Был предсказан Что будет рожден От девственницы И будет Проповедовать Самым тем То есть Книжникам И ферусеям Тех кто Загордились Думая Что они Просветлены О Боге На самом деле Ничего о Боге Не знают Потому что Они эгоисты Они только Читают книги Они просто Вот эти книги Читают Ритуалистику Все это Законничество Но это внешнее Они не постигают Суть Потому что Суть у всех Писаний является Как раз Обретение любви Обретение Вот этого Состояния Служения Другим Когда ты делишься И больше получаешь Отдаешь И больше получаешь Все что ты отдал Твое Все к тебе Возвращается Еще в большей степени